В Майнкрафте существует очень много различных мобов и с каждым новым обновлением их становится все больше и больше. В начале 2019 года мы увидим как минимум четыре новых моба. Ну и понятное дело про них мы с вами тоже поговорим. Но сейчас же в игру вступает моб под названием Вызыватель. Он победил с огромным отрывом, если взять во внимание голоса из нашего паблика во ВКонтакте и голосование на видео, то за него проголосовало целых 29000. Поздравляю всех голосовавших с победой и призываю проголосовать за следующего моба по ссылке в описании в нашем паблике во ВКонтакте и также можете проголосовать прямо здесь на видео по подсказке в правом верхнем углу. Не будем долго тянуть, привет меня зовут Неркин и мы начинаем открывать Майнкрафт по-новому. Вперед за фактами! Хей! Ты всегда хотел получить лицензию Майнкрафта? Ну увы, у тебя не хватало денег. Это не проблема, ведь есть мой магазин аккаунтов nerkinshops.ru. Здесь вы найдете три типа Майнкрафта. Это стандартный, премиум и с полным доступом. Сейчас действуют скидки. После покупки ты сможешь играть на своих любимых лицензированных серверах. Также у нас есть множество способов оплаты. В общем, ссылочку найдете в описании. И не отказывай себе в удовольствии, ведь можно получить так много, отдав так мало. Признаюсь честно, очень давно хотел рассказать про этого моба, ведь он крутой и загадочный. Кстати, вижу что в комментариях меня просят сделать видео по различным мобам. Повторюсь, в описании к этому видео есть ссылка на плейлист, где собраны все видео из темы Майнкрафт открытия мобы. Так что если интересно, можете посмотреть, вдруг найдете видео про желаемого моба. Ну а мы по старинке начинаем с характеристик моба. Впервые Вызыватель был добавлен в версии 16 W39A. Это седьмой по номеру снэпшот версии 1.11 под названием «Исследовательское обновление». Вот с силой атаки Вызывателя конечно не все так просто. Сам по себе он будет наносить Вам урон в количестве 6 единиц, что равно 3 сердечкам жизни. Но делать он будет это при помощи магии. Но помимо такой атаки Вызыватель может и призывать челюсти или по-другому клыки. Вот уже эти клыки имеют три уровня атаки. На легком уровне сложности 5 единиц урона, на среднем уровне сложности аж целых 9 единиц урона, а на сложном 13 единиц урона. Вот это конечно если честно очень жестко. Но и это еще не все. Вызыватель с легкостью может призвать другого моба, а именно Вредину. Про этих мобов я уже делал ролик, так что советую их посмотреть нажав на подсказку в правом верхнем углу. Так что Вызыватель очень сильный моб, не стоит идти к нему не подготовленным. Здоровье у этого моба не так как у всех остальных. Он с более высшей категории мобов, поэтому у него вместо привычных нам 20 единиц жизни целых 24. Спаунит наш персонаж только и исключительно в лесном особняке. Больше его нигде не встретишь. Если у Вас это получилось, то поздравляю Вы стали свидетелем бага. Если Вам все же удастся убить этого моба, то Вы с легкостью получите целых 10 единиц опыта. При том всем, что у Эндермена жизней в 2 раза больше и после его смерти Вы получаете только 5 единиц опыта. Также после смерти Вы со 100% вероятностью получите тотем бессмертия. Его можно получить только таким образом. Также с шансом в 50% Вы сможете получить изумруд в количестве одной единицы. Ну вот мы и закончили с характеристиками. Давайте пройдем к более важной информации. На официальной странице Майнкрафта есть очень интересная статья под названием «Знакомьтесь Вызыватель». К ней мы вернемся за мгновение, но вот что интересно. На главном изображении мы можем увидеть Вызывателя с двух сторон и видно, что на голову одет белый капюшон. Это все неспроста. В действительности у Вызывателя на текстуре присутствует этот капюшон. Но почему-то в игре он не используется. Такой же капюшон имеет ведьма, бедный житель, библиотекарь, священник и поборник в своих скинах. Но они тоже не используются. Почему так? Для чего эти капюшоны? Почему не у всех они есть? Столько вопросов и так мало ответов. Если же у Вас есть свои теории по этому поводу, то не стесняйтесь, напишите их в комментарии. Лучшую теорию я выделю своим сердечком. Сейчас я покажу Вам один очень необычный фрагмент. Посмотрите его очень внимательно. Такое необычное поведение Вызывателей придумано не просто так. Дело в том, что когда Вызыватель видит в радиусе до 10 блоков овечку с синей шерстью, он тут же перекрашивает ее в красный. Это очень и очень явная отсылка к игре Age of Empires 2. И вот тут мы возвращаемся к статье «Знакомьтесь Вызыватель» в которой Джеб прокомментировал почему же он решил добавить такую отсылку в Майнкрафт. Когда я добавил анимацию для рук Вызывателя, это выглядело очень смешно. Мы все шутили о том, что это выглядело как у персонажа священника из игры Age of Empires. Потому мы начали издавать звук ву-лу-лу, когда Вызыватели поднимали руки. А так как Age of Empires принадлежит Microsoft и мы в том числе, мы могли получить фактический звуковой эффект от Age of Empires. Так что это точно такой же звуковой эффект. Конец цитаты Йенс Бергенстон. Если кто-то не понял до сих пор, что же происходит, то дело в том, что священник из игры Age of Empires точно также машет руками и издает звук ву-лу-лу. Так что иногда такие скрытые детали имеют за собой очень веселую историю. Теперь давайте поговорим про поведение этого моба. Вызыватель будет переследовать любого игрока в радиусе 16 блоков, как и другие враждебные мобы. Но при этом он начинает сражение только если повернет голову к игроку. То есть, если игрок подойдет даже на близкое расстояние за спину вызывателю, он не начнет переследование до того, как увидит игрока или пока игрок не ударит его. Замечу еще один интересный факт, что если Вы будете смотреть на вызывателя сквозь стекло, и он в свою очередь тоже, он не начнет атаку. Так как посчитаю, что Вы стоите за преградой. Когда вызыватель призывает что-то, он стоит на месте. Если он заметит игрока, то не уйдет с позиции, а останется на месте. Если игрок спрячется, вызыватель прекратит преследование, и не будет искать игрока. Он умеет плавать, поэтому даже если разлить около вызывателя ведра воды, он не прекратит преследование и не утонет. Но если же Вы останетесь на месте, и решите себя замуровать в блоке в надежде, что Вы окажетесь в безопасности, это не так. Вызыватель призовет вреден, а те в свою очередь умеют проходить сквозь блоки, и Вы станете для них очень легкой добычей. Помимо атаки на игроков, вызыватель еще и может наносить урон обычным деревенским жителям, и железным големам или големам. Давайте теперь поговорим про атаку клыками. Это одна из самых жестоких атак этого моба. Сигналом того, что сейчас появятся челюсти вызывателя, будут фиолетовые частицы возле его рук. Как только увидите такие, бегите со всех ног. Эти клыки будут появляться в радиусе до 16 блоков. Они будут идти ударной волной, и самый последний клык, если так его можно назвать, будет наносить Вам урон. Сами эти челюсти будут появляться из-под земли, открытыми и закрываться по мере прохождения своего пути к игроку. Все мобы которые будут попадаться на пути этих клыков, будут также получать урон в три сердечка. Такой урон будет наноситься постоянно, не смотря на броню мобов, какой бы она не была зачарована, и также не будет учитываться уровень сложности. Не знаю почему, но версии Майнкрафта для консольных изданий, броня зачарованный на защиту будет снижать урон. Но опять же таки повторюсь, это касается только мобов. Очень смешно то, что вызыватель имеет две формы, обычная и защитная. В обычной форме вызыватель выпускает свою челюсть до 16 блоков, появляется она сразу, но с индивидуальной задержкой закрывания этих же челюстей, нанося урон определенному объекту. Вторая форма это защитная форма, если какой-то агрессивный моб попадет в радиус атаки, он начнет нападать на вызывателя. Тогда он включает защитную форму, и также призывает свои челюсти, но уже не в горизонтальную линию, а по кругу, в два ряда и в общей сложности их не 16, а 13. Признаюсь честно, за этим очень интересно наблюдать. Теперь давайте приступим к тому, чего Вы очень долго ждете, к ведению боя. Вызыватель довольно опасный моб, поэтому сражение с ним без лука может вызвать осложнение. А-а, вызыватель и вызвать осложнение, но Вы поняли, да? Но даже если у Вас есть лук, то сражаться с вызывателями все еще опасно, так как неподалеку от Вас всегда может быть столовая или зал с расстеленными на столе картами, где исполнятся вызыватели. В этих комнатах мало места, поэтому если Вы видите такие комнаты, а в них вызывателя, то не подходите к нему на небольшое расстояние. Просто стойте у входа в столовую или зал подальше от моба, и стреляйте по нему из лука. Если Вы видите, что вызыватель заметил Вас и уже что-то призывает, то немедленно отбегите подальше от него и спрячьтесь за углом у входа в комнату. Потом осторожно посмотрите успокоился ли вызыватель, если да, то стреляйте по нему, если нет, то снова спрячьтесь. Если вызыватель вышел из зала, сразу стреляйте по нему. После того как он умрет, останется лишь добыть тотем бессмертия и изумруд. Можно выстрелить в вызывателя из лука пять раз, тогда у него останется лишь пол сердечка жизни. Дальше его можно добить голыми руками. Но если честно, такой способ очень сложный. Нужно куда-то бегать, где-то прятаться. Есть еще один, самый простой и как по мне очень легкий. Дело в том, что вызыватели не смогут Вас увидеть, если Вы будете невидимы, даже в броне. Вам всего лишь навсего нужно просто сварить зелень невидимости и со спокойной душой расстреливать вызывателя из лука. Ну что же, видео подходит к концу, надеюсь Вы уже успели поставить лайк и проголосовать. Напоминаю, что уже сейчас Вы можете проголосовать за следующего моба. Прямо в этом видео, нажав на подсказку в правом верхнем углу или же по ссылке в описании в нашем паблике во Вконтакте. Не забудьте подписаться на канал, если Вы здесь впервые, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход следующего ролика. Можете вступить в наш паблик во Вконтакте и подписаться на мой инстаграм, а также добавить мне в друзья. С Вами был я Неркин и помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому! Еще услышимся!